Торнадо Энерджи! Дэмэдж! Сейчас все изменилось, изменился рандом, появились новые премтанки, перебалансились ветки и ИС-3 возможно стал неактуален или все же актуален. Сегодня мы естественно разберемся с вами в этот знаменательный день для нашего народа, а именно день победы. ИС-3 ассоциируется, я думаю, для большинства из нас как танк после времен Великой Отечественной войны, даже после времен Второй мировой войны, как мощь советского народа, поскольку этот танк не участвовал в военных действиях времен Великой Отечественной войны, а был сконструирован и выпущен в производство как раз-таки после этих всех военных событий. И все равно, я думаю, для большинства из нас как раз-таки именно эта машина, это показатель советской мощи. Так что давайте разбирать, что же этот танк из себя представляет в нашей любимой игре World of Tanks. Здесь у нас 122-мм орудие стоит, БЛ-9 с разовым уроном в 390, в 225 мм пробития, 265 мм пробития голдовым подкалиберным снарядом, 0,4 разброс на 100 метров и 3,4 секунды времени сведения. Этот танк имеет смысл сравнивать с тем же самым защитником, а именно премом 8 уровня, у которого разброс хуже, время сведения чуточку лучше и плюс такое же пробитие, однако альфа больше. Многие считают, что защитник лучше, по причине того, что от разового урона играть намного проще, чем от меньшего урона, поскольку вы все равно, что на БЛ-9, что на БЛ-13, выезжаете, даете выстрел, откатываетесь назад и ждете своей перезарядки. Таким образом, вы навязываете позиционку врагу и можете перестреливаться, а дать увесисту альфу в 440, особенно по танку 10 уровня, будучи на машине 8 уровня, это, естественно, круче и приятнее. Однако, у ИСа-3 есть немало преимуществ по сравнению с тем же самым защитником. Во-первых, это его мобильность. Максимальная скорость ИСа-3 38 км в час с удельной мощностью двигателя 14 лошадиных сил на тонну. В свою очередь, у защитника все поскромнее. Плюс еще ко всему, фишка ИСа-3 это его имбовые борта. Здесь у ИСа-3 борт, хотя 90 мм, но у него есть фальшборта. А именно там, где у вас находится пила, а также с другой стороны у вас здесь находятся разные крючки и тросик. Именно в эти места лучше ИСу-3 не стрелять, поскольку эти места являются фальшбортами. Также танк редко, но все же пробивается в каточек, и основная сила ИСа-3 это игра от бортожопа, так называемого, когда вы поворачиваете свою башню назад, целитесь в задний каток, либо влевый, либо в правый, и танкуете ромбом от своей кормы. Из минусов ИСа-3 точно можно отметить это его картонную башню, которая пробивается почти всеми, поскольку работает правило даже не то, чтобы трех калибров, но, наверное, правило восьми калибров работает, потому что этот лючок, он абсолютно не бронированный. Также здесь есть определенные заплатки, которые появились у ИСа-3 при переходе с ASD модели в HD модель, то есть вот эти вот кусочки гусениц, они более бронированные данные места, нежели, например, верх ВЛД, который находится ближе под башней, слева и справа. Ну, как-то так, нижний бронелист у вас, естественно, пробивается, но эта машина, она максимально крута за счет своего разового урона, хорошего пробития, хорошей стабилизации и высокой скорости. То есть это прямой аналог того самого танка, к которому мы с вами все идем, а именно либо объект 277, но зачастую это ИС-7. Итак, давайте отправляться в бой, у меня стандартный набор оборудования, это вентилятор, стабилизатор, а также досылатель, играю я здесь с допайком, но первый бой я буду играть без допайка, а второй бой буду играть с допайком, для того, чтобы вы оценили с разных сторон, как же эта машина играется с допайком и без допайка. Без допайка у вас будет один геймплей, он будет, знаете, такой более тягучий, поскольку скорость сводки, конечная точность, показатели маскировки, показатели, вообще в целом всего танка, они снижаются. Ну как снижаются, они стандартные, скорее, я думаю, с допайком они просто повышаются, но допайок это затратно, а машина зачастую прокачиваемая, но большинство, насколько я знаю, ну лично я, по крайней мере, я сам могу точно отвечать за себя, я лично этот танк использую по назначению тогда, когда хочу расслабиться и действительно понагибать. Как-то так. Итак, первый бой, мы попадаем на карту Хайвей, все происходит в прямом эфире, это выпуск игры с головой, можно сказать, и поэтому давайте смотрим здесь на стаб сразу же команды союзной, а также команды противника. Замечаем здесь, у врагов Т-34, ВК-101П, этот танк очень тяжело мне пробивать даже с бронебойных снарядов, поскольку его лючок, его башенка командира, она слишком сильно бронированная и на нее прям требуется заряжать голду. ИС-3 мы будем пробивать без проблем, Т-103 вроде бы тоже особо проблем нету пробить, но я в этом не уверен, поскольку Т-103 это новая премиумная ПТшка, попадается на редко и могут быть у меня все же проблемы. Но вообще, в целом, я нахожусь в топе списка. Естественно, по стандарту я еду в город, потому что, ну, зачем мне ехать в какую-то другую позицию, например, воевать со средними танками, если большинство машин в сетапе у команды противника, это такие, знаете, зверские, матерые, капиталистические, либо же, ну, капиталистические американские звери, либо же немцы, фушисты эти. Ладно, давайте отправляться вперед в город, сразу же будем врываться в квадрат J-9, становиться от абортины и, я так понимаю, зацеливать крайний правый проезд в квадрате К-9. Давайте посмотрим, получится это сделать или нет. Опять же, буду играть так, как и я лично сам и говорю. Так, здесь у нас КВ-122, будем, естественно, разрушать и выдаем первый выстрел. Увы, не попал, но ничего страшного. Хотел я только что бортожопом стать, то, о чем я, в принципе, и говорил вам. То есть, эта машина эффективно танкует от абортины. Закидываем сразу же в каток. Этому Михе 64 рус, я так понимаю, он пофармить вышел. Ха! Не получится, братан! Стоять, не двигаться на катке, вы арестованы. Ну и давайте теперь прочекаем, возможно, какую-нибудь другую точку. Так, давай от абортины здесь, аккуратно. И никто, вроде бы, пока не подставляется. Оп! 45 ТП подловили. Это у нас получается... Тяжеленький танк. Еще один выстрел мимо водоема, и он уже остается почти ваншотный для меня, если вдруг пройдет у меня альфа. Пока все отлично. КВ-122 особой угрозы для меня не представляет. Ему еще можно один выстрел дать, в принципе, если повезет. Но нет, рикошет. По всей видимости, снаряд бронебойный уходит в ЛД, и здесь уже начинаются перестрелки с Владимиром, а именно с ВК. Опять же, не сильно он подставляется под меня, но не хочу я в него стрелять. Я думаю, в этом нет абсолютно никакого смысла, поэтому будем закидывать по Михе. И КВ-122 нужно минусовать в первую очередь стволы. После этого уже будем разбираться тогда с другими танками. Надеюсь, меня не пробьют. А я добью. Отлично! Везет мне здесь, и я уже остаюсь в окружении. Нужно откатываться назад и стараться... ...находить помощь от моих союзников. Откатываемся назад, как можно дальше. И здесь хотелось бы, конечно, в каток ему дать. Но, увы, Владимир не отпускает меня. Давай разворачиваться и убегать с этих позиций. Надеюсь, у меня будет возможность это сделать. Так, дай мне, пожалуйста, проехать, Бордан. У тебя 1300 очков прочности, но мне бы проехать здесь реально не помешало. Так, теперь остановимся от борта жопа. То, чем я и говорил. Закидываем в нижний лист. Танкую матбортины. Так, теперь башенку выцеливаем. Отлично. Пробиваем. И стоим. Вот, борта жоп, соответственно, работает. ИС-3 будет сейчас пробивать нашего Тигра П. И мне, наверное, самый правильный вариант будет что сделать? Уехать Тигра П, поскольку я ему все равно не помогу. Я кидаю этого немецкого супостата нашего, хоть он и союзник. И сразу же буду заходить в тыл, в спину вражеским танкам. Мне единственное важное сейчас забрать это ВК-шку. Хотя можно даже на нее на самом-то деле и забить. Чуть-чуть подзабить. Закидываем по Т-103, но, увы, снаряд не залетает. Ищем ИС-3. Вражеского. Я, по идее, с ним должен нормально по ПВП-шиться. И вот он меня находит. Так. Будем целиться в нижний бронелист ему. Или же ВЛД. Но это тяжеловато мне будет с ним перестреливаться. Подкатываемся чуть ближе. Становимся бортиком. И будем целиться ему ВЛД. Отлично. Валера получает от меня выстрел. Сразу же он начинает меня пушить. И мне нужно постараться перезарядиться. Для того, чтобы я дал по этому Валере еще один выстрел. Целимся ему в топливный бак. И отлично. Закидываем этот снаряд. Возможно, в клинч лучше будет уйти. Но мне нравится больше просто откатиться назад и пробить его в кусочек башни. Нет, здесь ВК уже выезжает. Как раз он под оглушением. Но я буду перестреливаться с этим Валерой. Не получается у меня пробить. Отлично. Спасибо большое тебе КВ-122. Пушка просто не опускается. Вы видели, что произошло? У меня банально не опускалось орудие. Отлично. В нижний бронелист закидываем ПВК. И теперь давайте этого Т-103 крутить. Ничего себе, давай, Миха. А нет, это металл. Давай, нагибай здесь. Закидываем нижний бронелист. Сразу же поджимаемся ему в бортину. И да. Не успевает он по мне стрельнуть. И так заканчивается первый бой. Хорошо, красиво. В топе списка. Без голды. Ну, в конце, конечно, мне пришло зарядить голду, поскольку у меня закончились бронебойные снаряды. Но бой достаточно хорош. Видели, в чем проблема была? У ИСа-3 не хватает углов вертикальной наводки, когда что-то касается клинча и перестрелок. То есть у вас просто банально пушка не опускается на верхний бронелист другого ИСа-3. И получается это весь клинч. Я пытался стрелять в те самые зоны, которые загорались у меня зелененьким. Но снаряд постоянно улетал вверх. Так, теперь давайте постараемся поиграть на голде. И сымитируем, так сказать, машину для нагиба. Возьмем побольше голдовых снарядов. И будем стараться конкретно нагибать и настреливать урон. Для того, чтобы по минимуму выцеливать, по максимуму пробивать. И эффективно перемещаться по карте. Итак, второй бой. Попадаем мы на карту Элихалуф. Стандартный бой. Подкручено два боя в топе. Да, именно так. Но и все равно, в этом бою я буду играть на бронебойных снарядах. Потому что в целом мне не нужны подкалиберные снаряды. Ведь я играю в топе списка. 225 мм пробития хватает абсолютно на любую машину. И если закончится быстро данный бой, то я постараюсь сделать еще один третий. Для того, чтобы видеоролик был более содержательным. Но если бой будет долгим, то тогда придется выпустить два. Надеюсь, вы поймете. Итак, легендарный танк ИС-3 World of Tanks начинает свое шествие на карте Эльхалуф. Замечаем здесь сразу же два танка, которые отлично играют от своих углов вертикальной наводки. Это Т-34 и ФВ-4202. А значит, перестреливаться с ними, будучи ниже, чем эти машины. А я имею ввиду квадрат Б2. То есть нырять в саму низинку туда нельзя. Поэтому у нас есть два варианта. Либо мы играем и сразу же поджимаем все в квадрат А1. Либо же А2. В А2 мне невыгодно будет стоять, поскольку меня прокидывает арта. В квадрате А1. В принципе, я опять же не особо смогу разыгрывать. А второй вариант у нас здесь, смотрите. Это можно проехать в квадрат Б2, только в верхнюю часть этого квадрата, между А2 и Б2. И там играть, будучи в простреле у артиллерии. Но арта здесь, она скорострельная, но не такая жесткая. Хотя М44 очень хорошая артиллерия, насколько я знаю. Но я думаю, она все равно моему ИС-3 не так страшна. Хотя вдруг закинет в крышу. Ну ладно, я рискну, я рискну. Мало ли вдруг получится у меня все же здесь хорошо танковать и развалить врагов. Кстати говоря, я А1 сюда поехал. О-о-о-о! Опа! И фвшка 4202 у врагов осталась на базе. Какой-то необычный рандом. Вот она, 9 мая. Все просто поехали по центру. Блин, пипец. КВ-3 и ИС просто по центру карты поехали. Да вы что, ребят? Что вы творите, мужики? Акститесь! Так, ну, давай здесь тогда зацеливаем. Опа! СУ-100 мы нашли. Отлично. У меня хорошая позиция. Откатываемся сразу же назад. Перезаряжаемся и будем добивать этого СУ-100. Естественно, он мне ничего не сможет сделать. Поэтому добиваем первый танк шестого уровня. И далее мне нужно постараться найти, наверное, Т-34. Потому что если я ее не найду, у меня возникнут большие проблемы. Вот, отлично. Находим Т-34, закидываем по ней первый выстрел. И поскольку, поскольку она находится не наверху, а внизу, я могу ее подпушить и перестреливаться с ней в упор. Для меня, в принципе, это выгодно. Даем выстрел на ходу. И все. Т-34 здесь разряжается. Т-150 у нас рядом. И я думаю, можно будет спокойно поджиматься. Но, блин, опять же, есть проблема. Т-34. Так, окей. Я немножко заступил сейчас. Не надо было стрелять в выстрел на отмашь. Так, Т-34 разряжено. И я, наверное, буду выезжать и убивать ИСАК. Буду убивать ближайшую ко мне цель. Даже несмотря на то, что мне лучше всего фокусить какую-нибудь машину, например, Т-34. Я все равно буду убивать именно ближайшую цель. Которую мне удобно убивать. Для того, чтобы враги выезжали агрессивно и старались меня пробивать. Т-34 здесь въезжает. Пытается меня прострелить. Т-150 дает шот. И я, естественно, ставлю его на каток. Так, КВ-85, добирай. Корош, красавчик. ИСАК меня в спину обходит. Я это вижу. И буду сейчас, скорее всего, танковать выстрелы Т-34. Ну, по крайней мере, постараюсь и дать ей выстрел. Да, я танкую выстрелы Т-34. Быстрее заряжаюсь, чем вражеская Т-34. И надеюсь очень сильно, что мне помогут мои союзники. Так. Это, я так понимаю, ИСАК стрельнул. Так, видели, что я сделал только что? Я подставил, получается, свою пушку в Т-34 для того, чтобы она меня не пробила. И... это проблема. Меня еще в нижний лист должны пробить. А нет, повезло. Так, что я сейчас могу сделать? Блин, ну артиллерия стреляет. Мне нужна помощь КВ-85. Поэтому давай будем откатываться назад. Меня, скорее всего, М-44 здесь будет уже пробивать. Но, надеюсь, я ИСАК пробью. Нет, не получается. Ой-ой-ой-ой, это у нас беда, ребят. Это у нас беда. Ну, давай ставим тогда угол. Надеюсь, я смогу пробить ИСАК. Отлично. Танкуем этого ИСАК. И... Блин, по факту мне все... Опять же, ХП сейчас сняла артиллерия. Не хочу я с ней перестреливаться. Опа. Это, я так понимаю, мой союзник стреляет. А. Хрен пойми, кто это стреляет. Так, ИСАКа мы убили. И теперь ждем, пока Лео ко мне приедет, либо какой-нибудь другой средний танк, либо ПТ-шка. 3 500 ровно я здесь уже настрелял. Остались, опять же, у меня только подкалиберы. Голду я уже всю... Точнее, ББшки я уже все потратил. У меня не хватает маскировки для того, чтобы... У меня не хватает обзора, а не маскировки для того, чтобы просто рашить в тупую вперед. Ни на что... Несмотря. Но, поскольку УДИС, так сказать, Наруто, уже рашит вперед, то я думаю, я тоже могу подпушить. Две артиллерии я знаю, где стоят. У нас стоит ваш один, другая стоит где-то примерно там же. Давай долго-долго сводимся. Вот это... Вот это долго он, конечно, сводится. Просто сотни тысяч лет. Аж тошнотно. Четыре тысячи триста урона есть. Ну, блин, ребят, Исакта до сих пор актуален. Да, с восьмерками. Да, тыры-пыры, все дела. Артиллерия карает. Ну, блин. Он до сих пор точный. Он до сих пор хорошо стабилизированный. Он до сих пор танкует. Две тысячи триста натанчивал. Четыре тысячи семьсот урона дал. Блин, ну, по-моему, это очень даже достойно и круто. Что-то Лео не видно. Неужели он объехал? Боюсь. Так, ну давай, дедушка, не подведи меня. Чуйка. Чувствую его по запаху. Пытаемся обнаружить. Так, Лео, где ты? Ага. Прячешься, что ли? Ну, они во взводе с ИКВшкой. Короче, мне его надо хотя бы зарингенить. Для того, чтобы я знал, где это. СТшка. Возможно, справа будет. Возможно, не будет. Опа. Ну, я понял. Да, там артиллерия была. Надо было стрелять туда блайндом. Ну, М44 меня добрал. Но ничего страшного. Я надеюсь, что мои союзники все же дотащат этот бой. Надо покликать им, где стоит артиллерия. Напишу сейчас, что там стоит М44. А вот здесь стоит Лора. Лора. Вот. Я думаю, они поймут и должны будут доиграть. Поскольку у Удиса у нас, в принципе, 547 хп. Если он не погибнет об эту ИКВшку. Оп. Я понял. Ну, вот здесь вот находится арта. Вот. Отлично. Лору он нашел. Давай, активируй. Добивай. Блин, зачем фугас? Зачем фугас, мужик? Что ты творишь? Зачем тебе нужен этот фугас, братан был? Какой смысл от этого фугаса? У тебя же урон с выстрела. Черт возьми. Немыслимый. Там 390. Какой смысл от этого фугаса? Что ты делаешь? Ладно, третий бой уже у нас не получится, конечно, сыграть. Но я постарался и сделал все, что мог. В принципе, отлично. Красавчик. И я так понимаю, мы все же должны дотащить этот бой. Ну что, две победы из двух, ребят. Так, с бэмс. Закончился так данный бой на карте Альхалуф. Дамажил я 4741 урона. 2270 танканул. Сделал 3 фрага. В принципе, топ-1 по урону. И бой был все же для меня простой, больше чем сложный. И опять же, этот бой был шестерками с теми самыми. А бой на хайвее был с седьмыми левелами. И здесь я тоже неплохо сыграл. Он натанковал 2000 и 3800 урона. Короче, можно подводить итоги такие. ИС-3 все еще годен. ИС-3, в принципе, хорош. И играть и оставлять его в ангаре можно... Блин, надо будет как-нибудь стрим сделать по этому танку. Если вам понравилось данное видео, ребят, не забывайте лайк, прожимать также на канал, подписываться. И с вами был Ниар Ю. Всем пока-пока. Do damage. Поch. По professу. По крайней швейц. Ну а сейчас, discussed the show, По-друг туры. Продолжение следует...